Упал от Саратовской области, руководитель группы оперативного реагирования. И член группы оперативного реагирования Соболь Денис Валерьевич. Какой рейд сегодня? Сюда рейд был, мы проверяли выполнение закона о самоизоляции для предприятий, которые не имеют права работать в этот период. И в том числе мы проверили соблюдение правил торговли алкогольными напитками на территории Саратовской области. Какие нарушения были? По первому факту мы проверили так называемый бар, который находится на пересечении Рабочей и Гульбольской улиц, где продавался алкоголь, крепкий алкоголь, продавалось пиво, продавались закуски. Мы зашли туда, мы купили все перечисленное, нам это подали, разогрели, подали на стол. И мы могли спокойно эту бутылку. То есть здесь разливали нам водку из совершенно грязной пластиковой бутылки. Вы на картинке это увидите. То есть это двойные, тройные нарушения всего того, что можно нарушить. По второму факту, то, что мы сейчас наблюдали, это предприятие, которое торгует пивом. Если оно себя позиционирует как предприятие общественного питания, то оно сейчас по закону о самоизоляции, оно не имеет права работать. Как предприятие общественного питания. Если же они себя позиционируют как продовольственные магазины и торгуют пивом на вынос, то они не имеют права торговать после 10 часов вечера, после 22 дней. То есть они могут сами выбрать, какой закон они нарушили. Но вы в ответах, неуважительных совершенно ответах администратора, услышали просто полное пренебрежение и неуважение ко всем человеческим законам. Единственным способом на сегодняшний день уберечься от коронавируса является самоизоляция. Мы это все знаем. Других способов не подвергать людей такой опасности, торговать, когда это запрещено, тем, что запрещено, или какие-то нарушать другие законы самоизоляции. Я не считаю, что в настоящем обиде это пристыкно. Спасибо. Моя политика права, Алексей Сергеевич. Отлично. Дальше, какие штрафные санкции предусмотрены данные данные людей? Значит, в первую очередь за продажу в ночное время после 22 минут нарушение закона Саратской области 85-го. Предусмотрена статья 14.16, часть 3-я, штрафные санкции от 30. 9.000 рублей на индивидуальную предпринимацию. Каждый случай за санкции 2.13, должен быть отличаться вам. И, во-вторых, ответственность за нарушение режима критерий. Это отдельная статья 6.3. Суд все рассматривает. Соответственно, здесь вся алкогольная продукция, находящаяся на незаконном обороте. Спасибо большое.